Всем привет! Я архитектор и я хочу рассказать вам одну историю. Так получилось, что недавно, точнее несколько лет назад, я переехала в один из спальных районов города Новосибирска. Из другого спальных районов города Новосибирска. Ну, в общем-то, все так в основном здесь и живем. Этот район ничем не примечателен и с первого взгляда ничем не отличается от других спальных районов города Новосибирска. Такие же скучные панельные дома, огромные пустые дворы, люди с зоной комфорта, не выходящей за границы их квартиры. Скучно, ничего не происходит. Но как-то раз, зайдя в гости к своим родственникам в этом же районе, я увидела фотоальбом. И этот фотоальбом рассказал мне историю. Это была история появления этого места. На фотографиях я видела людей, события, трудовые будни, совместные праздники. Это было сообщество молодых и сильных, которые строились, чтобы жить. Строили для себя и строили хорошо. И именно уклад их жизни поразил меня. Это зацепило и осталось в памяти. Представьте себе, чтобы вы и ваши соседи наряжались в самоделье воскратные костюмы. Огромной толпой всем домом выходили на праздничный новогодний парад во двор. Представьте себе, чтобы вы всем домом или несколькими домами выезжали за город, устраивали какие-то тематические вечеринки, чтобы у вас были какие-то обряды, посвящения. И, наконец, представьте себе, чтобы вы и ваши дети, дети ваших соседей каждый Новый год делали видеорки с разноцветными домами для того, чтобы украшать зимний городок во дворе. Представьте себе, чтобы этот городок делаете вы сами для своих детей, для себя, а не какие-то исполнители Ука, ЖКХ, Массажей и так далее. Эта история засела мне в голове, сильно зацепила. Я рассказала ее своим друзьям, архитеткам, художникам, и их она тоже не оставила равнодушными. И мы уже много знали, прочитали много умных книжек о том, как можно делать города лучше. И мы хотели делать это в Новосибирске. Но нам было известно только о том, как это делают в Европе, Америке. Но для России единого рецепта нет. Потому что место — это люди. И нужно искать ключ к людям. Я думаю, вы уже догадались, что это за район. Нет? Это и Мужика Восточный. Нужно сказать, что после всех этих событий пришли 90-е, 2000-е, и они поставили людей просто на край выжимание. Естественно, людям уже было не до своих границей. И, как всегда, все это, которые проводили запустение, и люди стали людьми, зоной комфорта, не выходящей за границы их квартир. Мы собрали небольшую команду архитекторов-студентов, архитекторов-скверков и художников. Это были ребята из команды Дагната, архитетисты. Мы поставили такой вопрос. Возможно ли в какой-то мере возродить то, что было? Возможно ли этих некогда активных и молодых людей привлечь опять, вернуть к их месту? Но, к сожалению, у нас постигло большое разочарование. В беседах с жителями мы поняли, что все потеряно, что они уже слишком долго из-за чего уходиться, никому не верят, и не понимают, что если кто-то приходит что-то делать во дворе, значит, кому-то от них что-то надо. Значит, они уже должны за это. Естественно, это было великое разочарование этих людей, и мы отнеслись к этому с пониманием. Но все мы понимаем, что в любом таком районе очень много детей, никто за ними не следит. Свободную энергию они в основном кратят на то, что не доломать, потому что не доломано. И, в общем-то, делать им нечего. При том, что через детей можно подобраться к родителям, это показалось нам очень удачной связкой, и мы приступили. Мы нашли место. Ужасное место. Здесь не сильно видно. Я не стала брать фотографии, мне понятно, что здесь на самом деле происходит. В общем-то, это место, можно сказать, такая помойка. Нет, даже хуже, чем помойка. Здесь местные бомжи, целая группировка бомжей, профессионально в течение лета складировали весь мусор, который они находили по всем контейнерам микрорайона, плюс просроченные продукты из предлежащего магазина. Кузовик реально страшен. Все это вот заросло далеко. Здесь же ходят люди. В принципе, никому это место особо не нужно. Здесь же бегают собачки, гуляют дети, фактически на полной скорости гоняют кузовики. И здесь же дети узнают прекрасное. Все это на самом деле вроде как двор детской шмотовы искусств, которой тоже 20 лет. И построили ее практически из мусора, который остался после строительства этого микрорайона. Мне даже рассказывали истории, что люди, которые в первые годы водили своих детей в эту школу с густ, когда приходили по адресу, не понимали, куда это нужно заводить. В общем-то, нас устроило это место. Мы решили, что оно достаточно ужасное, чтобы мы сделали его достаточно прекрасно. Нужно сказать, что мы не прогадались детьми. В первый же день мы устроили некоторое спонтанное шоу. Всех подтрубили шоу гигантских мыль-сурей. Приходило очень много родителей, детей, писки-писки, очень много эмоций. И после этого дети нас уже практически не оставляли. А они не оставляли нас даже тогда, когда нам очень хотелось бы этого. Детей действительно стало приходить очень много. Как-то раз они застали нас буквально в испорх. Пришло несколько десятков отборного хулиганья самого трудного возраста, семей 11 лет. И мы совершенно не знали, что с ними делать. Мы не были к этому готовы. Высшей целью этих хулиганов были наши баллончики с аккориловой краской. И тогда мы экстренно закупились разноцветными мелками. Мы раздали эти мелкие детям. Вид у нас был серьезный. В принципе, это было естественно, потому что нам просто было страшно. Они буквально начинали драться, ломать все вокруг, если не получали задания, не получали какой-то конструктивный выход их ввешенной энергетики. Буквально через 3 минуты людям не перестало ходить. Дети очень хотели нам помогать, и они стали не рисовать на асфальте, а они стали делать цветным то, что было серым. Они стали закрашивать бетонные плиты и лестницы, по которым ходили дети. Люди просто не знали, где ходить, потому что все было усыпано детьми, которые старательно все это зачеркивают. Нам сошлось на руку то, что они действительно очень быстро устали, потому что это действительно было очень тяжело, но они очень хотели. Но все же они смотрели на волончиков, они смотрели на них жадно. Они подходили, брали их, крутили в руках, ребята из Токлада уже не выдерживали нервы, иногда хотелось чуть ли не разнимать их всех там. Но в итоге мы решили нарисовать вместе с детьми рыб, которых они сами придут. Мы стали рисовать. Некоторые хулиганы думали, что могут завоевать право рисования силой, победив других детей. Но ребята быстро собрались и напомнили им что-то проживая очередь. Представьте себе очередь из отъявленных мелких хулиганов. И в этой очереди дети поотмашке рисуют равное количество полосочек на брюхе черепахи. Это было незабываемое действие. Проходили бабушки, дедушки, мамы, папы. Место стало действительно оживать. Через этот двор проглядывал какой-то другой город, которого нам не хватает, который давно был забыт здесь. Люди приходили и делились с нами своими историями, своими соображениями по поводу этого места. Они приходили рассказывать нам новые истории из прошлого, которые нам были неизвестны ранее. Это было такое чувство отдачи и удовлетворения, что иногда мы даже не могли улыбаться. Новое приключение, которое мы себе придумали, это мы решили отделать тот самый страшный фасад детской школы искусств, ну и выбрали технику битый кафель. Разумеется, детей мы на леса не сажали. Смогло участвовать очень много людей здесь. Жители уже к нам придёблись, стали нам доверять, уже и художка стала участвовать, они стали устраивать на чаепитие, даже дали денег на материалы, детей привозили с других районов. На фасад приходили студенты, преподаватели, выпускники, художники, уже состоявшиеся команды профессионалов, сидели до темноты, залезали на леса даже те, кто патологически боится высоты. Сидели даже, когда выпал снег, люди приносили нам битый кафель, и все приходили рассказывать нам свои истории. Одна учительница даже очень долго ходила, не понимала, что происходит, и, наконец, подошла к нам и принесла огромный ценный архив фотографии, которые я собирала со своими учениками. Это было какое-то ее путсовое задание, и она сказала, что, ребята, если вам это интересно, возьмите, на самом деле я вам показывала фотографии этой учительницы. Естественно, мы рассказали людям ту историю, с которой все началось. Мы устроили выставку тех самых фотографий. Люди приходили, что самое интересное, они действительно приходили искать себя, искать своих знакомых. Они рассказывали нам новые истории. Некоторые жители приходили и видели все это впервые и были приятно удивлены. Все эти люди рассказывали о том, как бы они хотели видеть это место. И это на самом деле было потрясающе. В общем, так пошло два месяца. Что самое интересное, два месяца аномально теплой осени. и никто не мог поверить в то, что будет два месяца эта погода. Но она была нам дана. Все это выглядело как странная такая акция, затянувшаяся по благоустройству. И действительно, нам было бы это удобнее сделать самим привлечение посторонних детей, но мы достигли цели. Все, кто участвовали, получили намного больше, чем оставили после себя. потому что люди связаны не только местом, их объединяют истории, истории, которые они потом могут рассказать. Ставьте себе, сколько ребятишек приводило своих родителей и рассказывало своим родителям, как они украшали свой духом. Представьте реакции родителей, это было удивление и восторг. Родители действительно гордились усилиями своих сэммонзоков, я не знаю, что еще более полезное они сделали за последнее время. Люди показали себя в этом месте, они приложили здесь свои усилия и самое важное, они поняли, что они что-то значили для этого места, они почувствовали место, поэтому и рождается чувство места. Представьте себе, насколько лучше стал бы наш город, если бы люди обрели чувства за пределами своих квартир и, может быть, что-то для этого можете сделать вы сами. Спасибо. Редактор субтитров